Спонсор выпуска новостей – салон красоты Бабар Бьюти Спа. Здравствуйте! Время новостей на телеканале «Саратов-24». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чем пойдет речь. Могут не успеть к отопительному сезону. Установили ряд моментов, которые вызывают опасения у нас. Прокуроры вынесли предостережение энергетикам. Те затянули ремонт теплосетей. Напали с воздуха. Три с половиной раза все нормативы перекрыли и ушли в небо выполнять задачи. На авиабазе в Энгельсе прошли учения. По легенде, летчики отбили атаку вражеских истребителей и диверсантов. Приведут в порядок. Наших детишек даже катать только по проезжей части дороги. В заводском районе готовят проект благоустройства парка, клуба и стадиона. С местными жителями пообщался Вячеслав Володин. Какая погода на дворе ждет саратовцев в пятницу 30 августа на Святого Мирона. Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Прошлись по проблемным участкам. Сотрудники прокуратуры устроили рейд по улицам, где ведутся вскрышные работы. На многих из них готовность составляет менее 50%, а сроки завершения ремонта уже подходят к концу. Помимо этого, часть улиц в центре города перекрыта, а людям приходится искать объездные пути. Анна Забалуева узнала, когда закончат работу и откроют дороги. Установили ряд моментов, которые вызывают опасения у нас в части готовности системы теплооснабжения именно к отопительному сезону. Здесь все готово лишь на 35%. К началу отопительного сезона в городе решили провести капитальный ремонт теплосетей. Но вот в срок подрядчики не успевают. На улице Большая Казачья между Раховой и Пугачевской завершить ремонт должны были к 1 сентября. К нами было установлено, что данные сроки не соблюдаются. Не соблюдается график проведения работ в силу того, что подрядчик не справляется с поставленной задачей. При этом со стороны заказчика, то есть Т-плюс, не принимались необходимые меры гражданско-правового характера по понуждению подрядчика к выполнению этих работ в соответствующие сроки. Представители городской прокуратуры вынесли энергетикам предостережение. Теперь завершить работы на Большой Казачьей должны к 30 сентября. Примерно в это же время закончат ремонты на Сако и Ванцете, участок между Чапаевой и Вольской. Здесь готовность составляет всего 20%. Как уверяют сами энергетики, работы на этом участке от утвержденного графика не отстают. Здесь промедления нет, здесь работы идут в графике. По другим объектам в основном это связано было с подрядными организациями. Ну, с одной из подрядных организаций, которая просто-напросто сорвала сроки выполнения работы. По графику мы вынуждены были расторгнуть с ней договор и привлечь другого подрядчика для того, чтобы эти работы сейчас оперативно подхватить и к отопительному сезону все вовремя закончить. Затянутые сроки работ не единственная проблема, говорят представители прокуратуры. Больше всего страдают саратовцы, которым приходится искать объездные пути из-за перекрытых дорог. А на Сако и Ванцете закрывать проезд и вовсе запрещено. По улице горожане проезжают к жилым домам и поликлиники. А пока людям приходится делить открытую полосу со спецтехникой. По окончанию работ все-таки надеемся, что до конца сентября в основном все улицы в центре города будут функционировать, работать и дорожный поток восстановится. Как уверяют энергетики, все работы по ремонту и замене теплосетей завершатся до 1 октября. Тогда и планируют открыть движение в центре города. Однако, если подрядчики не успеют в срок, а у людей не появится отопление в домах, ресурсоснабжающей организации грозит уголовная ответственность. Анна Забалуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Как это было в нашей рубрике без комментариев. Продолжение следует... Порядка 500 человек принимало обучение. Это порядка 100 только летных экипажей. Остальное наземное обслуживание. В том числе были привлечены подразделения и части не только дальней авиации, а также и Липецкого центра переучения и подготовки летного состава, и других воинств частей, таких как Росгвардия, СОБР, который отрабатывал вопросы отражения диверсионно-разведительных групп противника. ...это самолета Ту-95МС произошел отказ к указателям скорости... ...это мощь нашей страны. Гордиться надо. Кроме гордости и уважения к этим людям ничего больше нельзя сказать. Понимаете? Вы видели их слаженные действия, эту мощь, которая выполняет задачи. Три с половиной раза все нормативы перекрыли и ушли в небо выполнять задачи. Как я сказал командующей армии, 15 из пяти отца. Почтили память. Сегодня у мемориала бойцам спецназа прошла церемония возложения цветов. Собравшиеся вспоминали тех, кто воевал в так называемых горячих точках. Сотни бойцов отправлялись туда и из нашего региона. Военные 20-го отряда спецназначения участвовали в опасных операциях. Боролись с бандитскими группировками. Расформировали отряд 10 лет назад, а вот традиция встреч осталась. У мемориала собрались ветераны в боевых действиях, а также те, кто до сих пор служит. Родственникам погибших выручили благодарственные грамоты и медали. Здесь спросить, что было самое лучшее в жизни. Это служба спецнази. Ну и, наверное, самое страшное, что было в нашей жизни, это тоже служба спецнази. Если бы нас спросили, что мы хотели бы сейчас поменять, я бы сказал, ничего. Самое страшное всегда для командира, любого, для офицера, это мамки в глаза смотреть. Все-таки погибшие были. Это, наверное, самое страшное, что есть. 20-й отряд, что это было самое результативное спецподразделение внутренних войск на протяжении довольно-таки большого периода на Северном Кавказе. На счету нашего спецподразделения есть даже взятый в плен живой, живым взятый в плен министр обороны Ичкерии, непризнанной вот этой республики. Снова станет центром притяжения. В заводском районе намечается масштабная стройка. Сквер, клуб творчества и стадион требуют капитального ремонта. Местные жители обратились в общественную приемную спикера Госдумы. Вячеслав Володин выступил с инициативой отреставрировать все объекты. Илья Леонтьев выяснил, как изменит свой облик центр заводского района. Парк имени Марины Росковой в заводском районе. Ему больше 40 лет. Раньше здесь кипела жизнь. Сквер был главным местом отдыха для местных жителей. Сейчас территория заброшена. Зеленую зону стараются поддерживать активисты, но сил на все не хватает. Ну, конечно, надо, чтобы вид более цивильный был. Вы знаете, сколько вечером народу здесь гуляет по тропинкам? С колясками, молодые мамы. У нас сколько тут девятиэтажек. А вот так, если этот сквер вообще бросить, практически детям нашим, нашим подрастающим поколениям, наших детишек даже, катать только по проезжей части дороги. Это единственное место в микрорайоне, куда приводят детей на занятия по спорту и творчеству. В парке открыт клуб. Здесь больше десятка кружков. Правда, здание не выдержало испытаний временем. Местные жители обратились за поддержкой в общественную приемную Вячеслава Володина. Спикер Госдумы посетил объект. Давайте, может быть, мы подумаем, чтобы это было единое пространство, которое вы, в том числе своим участием, могли бы на фон содержать. И при планировании, Саша, давайте мы займемся параллельно реконструкцией, капитальным ремонтом. Очень было бы неплохо. Заинтересовался спикер и стадионом «Торпеда». Он расположен по соседству. Здесь занимаются ученики спортивных школ – легкоатлеты, биатлонисты, футболисты и триатлонисты. По словам тренеров, отрабатывать навыки их подопечным все сложнее. Сооружение требует капитального ремонта. Давайте посмотрим проект. Потому что, если мы его выполним с вами до конца года, у нас будет уже следующий год использован для начала работы. Надо все-таки планку перед собой ставить. Если есть возможность, лучше поставить под трибунами. И трибуны разместить уже на открытых пространствах для беговых дорожек. Посмотреть здесь реконструкцию все этого. По словам Вячеслава Володина, реконструкцию нужно провести комплексно. В проект должны войти сразу три объекта – сквер, клуб и стадион. Специалисты создадут проект с учетом мнения местных жителей. Лучше тоннель, потому что с детьми, с колясками там уже по этому мосту не пройдут никак. Инвалиды так же ездят. Никак. Никто. Тем более маленькие дети, вы сами знаете, пойдут гулять, не дай бог чего. Вячеслав Володин высказался из-за строительства нового перехода через пути на станции Примыкания. Железная дорога расположена рядом со стадионом. Родители беспокоятся о безопасности детей. Каким будет сооружение, мост или тоннель определят на общественных слушаниях. Илья Леонтьев, Олег Бирюков, Саратов, 24. Поймали бабушку с удочкой. Сегодня на Волге инспекторы по маломерным судам устроили рейд. Ловили тех, кто выходит на воду без документов или нетрезвыми. Проверяли протоки и останавливали суда. В итоге нашли нарушителей. В камышах рыбачила парочка. Спасательных жилетов на них не было. Чуть дальше инспекторы обнаружили еще одного рыбака. Пенсионерка сидела в резиновой лодке. И несмотря на то, что волны сегодня сильные, жилета на ней не было. На бабушку составили протокол. Теперь Нине Федоровне придется заплатить 300 рублей штрафа. Ну, как-то вот всегда беру жилет. А сегодня вот без жилета. Сейчас поеду, возьму жилет. Утром человек выходит на воду. Тихая погода. К обеду раздувает, не может добраться. Начинает своими силами добираться. Это взять, к примеру, ПВХ, резинки. Маломер, сюда регистрации, которые не подлежат. То есть, если он резко из-за поворота выходит на веслах. Порыв ветра. Лодку переворачивает. А ее, как парус, от него уносит. И он остается без плавсредства. Если вода прохладная, то идет охлаждение тела. Сейчас прервемся на рекламу и прогноз погоды, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следственный кооператив «Гарант Кредит» поможет сохранить и приумножить ваши сбережения просто выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. В пятницу 30 августа на Святого Мирона. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки и туман. Ветер северный 4,6 метра в секунду. Днем до плюс 20, а ночью до плюс 7. В Саратове и Энгельсе преимущественно без осадков. Температура днем до 18, а ночью до 9 градусов выше нуля. Атмосферное давление около 759 миллиметров в ртутную столбу. А вода в Волге плюс 17. По приметам, если утром этого дня туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая. Всем всего доброго и берегите себя. До встречи. Продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. Сегодня в России предотвратили очередной теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. Боевики готовили нападение на правоохранителей в Кабардино-Балкарии. В лесу силовики обнаружили два спрятанных самодельных взрывных устройства. Бомбы взорвали на месте. Владельца Арсенала уже задержали, сообщают Известия. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В затопленном приморе ввели режим ЧАЭС. Об этом сегодня сообщил губернатор Олег Кожемяка. По его словам, это поможет быстрее восстановить дома и дороги. Стихия обрушилась на несколько городов. Из-за сильных ливней и с берегов вышли крупные реки. В одном только Владивостоке за полдня выпала треть месячной нормы осадков. В результате дороги ушли под воду, затоплены школы, жилые дома и торговые центры. В регион уже направили дополнительные силы МЧС и военных, сообщают ведомости. Сегодня специалисты вывезли последние части самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». На кукурузном поле, куда пилоты и посадили лайнер, оставалась лишь кабина. Теперь нет и ее. До этого судно разделили на несколько частей, их демонтировали, а топливо слили. Это было необходимо, чтобы уменьшить вес при перевозке. В «Уральских авиалиниях» заверили, что ни одна деталь не будет в дальнейшем использоваться, а обломки самолета утилизируют. Напомним, лайнер «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Все, кто был в салоне, выжили, а летчиков представили к награде. В социальных сетях обсуждают очередное скандальное видео с участием Филиппа Киркорова. Ролик записали во время репетиции на фестивале «Новая волна». В какой-то момент у певца сдали нервы, и он начал ругаться на сцене. Киркоров отказался репетировать без камер, их не успели установить. Не стесняясь в выражениях, он доступно объяснил на трехэтажном, что не даст начаться шоу, пока его требования не выполнят. После этого камеры установили, и репетиция продолжилась. Спортивный центр для всего Заволжья. Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с жителями Ершова реализацию национальных проектов. Сейчас в рамках направления «Демография» там проходит второй этап реконструкции стадиона «Юность». Фактически объект строится заново. Возродить спортивную площадку жители Ершова просили председателя Госдумы Вячеслава Володина. Нина Цыпайкина побывала в Заволжье и готова поделиться подробностями. На качестве здесь не экономят. Ведь речь идет о комфорте и безопасности людей. Совсем скоро эта стройка превратится в современный спортивный комплекс. Сейчас ведутся работы по установке площадок, монтажу навеса над трибунами и укладке основания под футбольное поле. Заниматься на обновленном стадионе смогут не только ершовцы, но и жители соседних населенных пунктов. Это, конечно, увеличит спортивный потенциал. Сейчас в нашей школе занимается около 500 человек, а точно 467 человек в спортивной школе. И мы не можем больше принять, потому что у нас не хватает спортивных площадок. И с вводом стадиона у нас этот потенциал расширится намного. Спортивный объект фактически будет отстроен заново за счет трех бюджетов – районного, областного и федерального. Возродить стадион предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во время его визита местные жители пожаловались на недостаток площадок. Спикер не оставил вопрос без внимания. Это будет событие не только для всего города и района, а для всех наших, и для Дергачей, и для Азинок. Мы станем здесь все зональные соревнования проводить. Поэтому востребуем. Будем с вами строить. В современном комплексе появятся беговые дорожки, теннисный корт, волейбольные и баскетбольные площадки, а также территория для сдачи норм ГТО. Стадион рассчитан на 5000 мест. Многие районы нашей области, участвующие в федеральных программах, становятся более благоустроенные. Дворовые территории, спортивные площадки, стадионы. И сегодня эта программа действует вместе с финансированием района и области. Поэтому таких объектов должно быть больше. Такого участия людей, жителей, они будут все больше и больше вовлекать в спортивную жизнь, в занятость населения. Местные жители уверены, стадион станет значимым спортивным центром не только для Ершова, но и для всего Заволжья. Спортивный объект обещают сдать до конца этого года. Нина Цапайкина, Максим Пустовалов, Саратов-24. Как спастись от жары и что делать, если дома нет кондиционера? Это два самых популярных запроса россиян с тегом «жара» этим летом. Сервис Яндекс проанализировал, чем чаще всего интересовались жители нашей страны на тему отдыха и развлечений в городе. И составили сразу несколько рейтингов. В последние дни лета Анна Забалуева решила подвести итоги, что уже саратовцы чаще всего искали в интернете. Спасались от жары саратовцы не только под кондиционерами, но и окрошкой. Среди самых популярных запросов на эту тему – чем залить холодный суп. Кстати, в разных регионах предпочтение отдают разным заправкам. К примеру, если в Саратовской области чаще всего выбирают квас, то в соседней Волгоградской области люди едят окрошку с кефиром. Можно ли жарить шашлыки на балконе и куда выехать в город с мангалом, при этом не получив штраф? В топе запросов сервиса Яндекс – тема шашлыка. Искали пользователи и рецепты этого блюда, в частности, как замариновать лук к шашлыку и можно ли приготовить блюдо в духовке. Кстати, чаще всего жарят на костре именно свинину. Сервис Яндекс узнал, чем же занимались саратовцы на даче. Так вот, большинство искали схему строительства уличного туалета. Следующим по популярности стал запрос о том, какие цветы можно посадить в огороде. Помимо этого, саратовцы пытались избавиться от ос и муравьев. Этим летом жители нашего города не забывали и про активный отдых. К примеру, интересовались, как правильно дышать во время бега и сколько калорий можно сжечь за один час. Пытались найти лучшую марку велосипеда и настроить на нем скорости. Кроме этого, учились кататься на роликах. Также в топе летних запросов тема похудения. В четыре раза чаще сбросить лишний вес пытаются именно женщины. Причем оказалось, что интересует их это не только летом, но и весь год. Правда, реже всего забивают в поисковик фразу «Как похудеть 31 декабря». О главном к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Одежда ведущих представлена магазином «Бестселлер». Спонсор выпуска новостей – салон красоты «Бабар Бьюти Спа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова